МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Многие эти древние горы Северного Кавказа видели за свой долгий век, но даже они проснулись от неожиданности и удивления, завидев необычную для этих мест кавалькаду байкеров, которые буквально рвали патриархальную тишину ущелья и ревом своих моторов. Началось все за пару тысяч километров от Закавказья в Москве, причем не сразу и не просто так. Идею марша мира вынашивали достаточно долго. Стартовала марш из Москвы 3 августа. В пробеге приняли участие байкеры Москвы, Чеченской республики, Северной Осетии и Дагестана. Мотомарш длился 10 дней и был приурочен в годовщине трагических событий в Южной Осетии. Команда ИС-14 человек повторила путь, по которому год назад российские военные шли на помощь жителям Южной Осетии. Но давайте обо всем по порядку. Пробег Москва-Цкинвал задумывался год назад в нашей трехгодовой программе. Мы еще даже не знали, что будет нападение, но уже так предчувствовали. У нас была поездка в Северную Осетию. Ну а теперь, соответственно, после зверских нападений мы решили, что надо ехать с маршем мира, с очередным Скинвалом. Мотопробег по маршруту Москва-Ростов-на-Дону-Владикавказ-Скинвал это уже не первая акция неформального объединения байкеров мира. Телезрителям канала Автоплюс члены этого объединения известны давно по их путешествиям в Саудовскую Аравию, Турцию, Тунис, Азербайджан. Буквально весной байкеры вернулись из пробега в Черешневый сад, во время которого они проехали весь Северный Кавказ. Об этом они не так давно рассказывали нам в программе «Попутчик». У нас уже по сложившейся традиции в этом месте есть точка, на которой мы оставляем, ну так скажем, наши отметины, наши метки. Вот даже еще сохранились остатки наклейки с мотомарша мира 2005, когда мы в Москва-Грозный. Вот мотомарш «Дружбы» Москва-Баку, в 2008 году был в сентябре. И сейчас мы по традиции добавим нашу наклейку мотомарша мира 2009, Москва-Скинвал. Я полез. Приклеим как следует, как всегда на утреннюю росту, но они потом хорошо держатся. Все равно. Мотомарша мира 2009, Москва-Скинвал, начинается от этого знака стоянки. И наша наклейка здесь по традиции. Впереди был первый участок пути по дороге на Ростов-на-Дону. Опасная эта трасса имеет дурную славу из-за многочисленных дорожно-траспортных происшествий с большим количеством жертв. Старт был назначен на раннее утро, потому что за день нужно было преодолеть около тысячи километров. Примерно в 6 часов утра из Москвы выехали 5 байкеров и группа каскадеров «Терехова-13». Всем остальным предстояло присоединиться позже. Пару слов о технике. Абсолютное большинство участников марша путешествовали на мотоциклах BMW 1200GS. Мотоциклы были свои, проверенные многочисленными пробегами и намотавшие не один десяток тысяч километров. Техника, как считают ребята, отлично подходит, учитывая то, что кроме асфальтов участков им придется преодолевать и бездорожье, то есть и штрасса, и гелин. У каскадеров же, которые тоже принимают участие в марше мира, своя техника и свои способы путешествовать. Квадроцикл и два мотоцикла BMW F800 они загрузили в Volkswagen Crafter, так как своим ходом гнать их было бессмысленно. Не созданы они для таких перегонов. За первый день добрались до Ростова-на-Дону, но вечером же следующие участники пробега были уже на Кавказе. Там, на границе Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, их ждали местные байкеры. Там же, около блокпоста, каскадеры дали свое первое выступление в рамках марша мира. Первое выступление на территории Северного Кавказа. Добро пожаловать! Трудно переоценить значимость миссии вашей. Я вам желаю, чтобы во всем мире вам вторили. Нет войны! Нет войны! Добро пожаловать! Спасибо! Стоит заметить, что это был единственный случай употребления алкоголя, пусть даже и символический. На протяжении всего пробега до Цхенвала был установлен сухой закон, который никто не ставил под сомнение. Слишком велика была ответственность не только за себя и за товарищей, но и за зрителей, которые становились часто участниками шоу. Потрясающе! Лучше, чем секс. Нет, секс лучше. Встречали марш мира во Владикавказе на самом высоком уровне. И вообще, забегая вперед, скажу, что все акции имела статус очень высокий, хотя и неофициальный. Несмотря на присутствие, кстати говоря, официальных лиц. Утром состоялась встреча без галстука с главой Республики Северная Осетия, которую в знак почтения вручила байкерам флаг Республики. Для президента каскадеры тоже устроили небольшое персональное выступление. Выяснилось, что президент Северной Осетии тоже в душе байкер. Колеса на колесо. Вам спасибо. Во-первых, самое главное, что... Вы с нами в этот день, где-то когда мы считаем готовщиной с этой трагедией. Каждый, кто рядом с нами становится, в такие дни для нас становится близким человеком, братом. Вот это боевая футболка пробега, как мы ее называем, «Мотомарш мира». Сзади схема. Вот бейсболка. Может быть, вы даже оденете еще. Ее сегодня такая байкерская тоже. Значки, конечно, как положено. И наклейки небольшие. На ваш прекрасный автомобиль, президент. В честь нашего марша. Я бы не называл то, что мы делаем, политикой. Я бы, скорее, это ближе понятие, вот такое существовало раньше, народной дипломатии. Может быть, вот к этому термину наше движение ближе. И те акции социальные, как мы их называем, социальные ралли-рейды, они ближе к народной дипломатии. То есть мы едем на мотоциклах в те места, где чувствуем, что наше присутствие, наше участие в определенных событиях может помочь людям выйти из того ступора, в который их загоняет тяжелое горе. «Кто засыпает хлебом, кого нянчит звезда, тот, кто пасет наяву, ангельские стадо». Впереди участников пробега было сложное эмоциональное испытание. Они посетили город ангелов, мемориал с жертвам теракта в Беслане. Позже они сказали, что просто не могли проехать мимо. А дети, как известно, они в душе ангелы. То есть определенного возраста у них есть ангельское начало и очень правильное такое название, да, именно ангелы. Они ушли на небеса и везде мы можем увидеть скульптурки ангелов, везде увидеть воду. Ну, известно, что в то время, во время штурма, во время того, как была эта школа захвачена, самое жестокое, очень жестокое испытание было жаждой. Их хватало воды, и все приносят воду своим ангелам. Участники марша мира неоднократно говорили, что одна из целей пробега – поддержать тех, кому тяжело. Поэтому и отправились в Схинвал. А по дороге давали выступления, как бродячие циркачи. Они устроили небольшое мотошоу для воспитанников Владикавказского детского дома, подарили ребятам подарки и покатали на мотоциклах. На берегу Терека каскадеры выступали перед жителями Владикавказа, которые были в абсолютном восторге. Во всех мероприятиях принимали участие приехавшие поддержать мотомарш-байкеры из Чечни и Дагестана. Передвигаясь на мотоцикле и попадая вот в такие, ну скажем, в горячие, трудные точки, где какие-то произошли события, мы встречаемся с людьми. В этом сезоне нам удалось познакомиться с ребятами из Северной Осетии. Движение здесь серьезное, мощное. Люди ездят на мотоциклах, ездят уже достаточно серьезно. У них уже есть желание и попытки поехать далеко, путешествия. И когда они нам говорят, что, ребят, ну мы видим, как ездите вы, и нам тоже начинает, у нас появляется желание сделать такие же поездки. Вот это одна из целей, задач которых. Можно сказать, что это такое байкерское миссионерство, да. Я знаю пример такой, когда эти же ребята из Москвы организовали мотомарш-пробег в 2005 году в Чечню, в Грозный. На тот период в Грозном ни одного байкера не было. А после их приезда постепенно начали появляться байкеры в Грозном. Это очень радует. С нами тоже есть из Чечни байкер. Это вдвойне приятно. Тема эта очень интересна в Чечне. И молодые люди буквально вот уже после наших поездок, после того, как их в эфире показали, уже начинают покупать мотоциклы, присоединяются к нам, катаются. Точно так же нам хотелось бы, чтобы после нашего пробега и в Южной Осетии появились байкеры, и мы общались вместе, катались. Это хороший пример для молодежи, я считаю. Это хоть и опасно, может быть, рискованно, но это хорошее влечение. Это объединяет людей. Я знаю точно, что байкеры везде, во всем мире, очень дружный народ. Ген, который идет тысячелетиями назад нашими предками, был заложен в большинство населения Земли. Двигались все на лошади, на коне скакали. На Кавказе это 100% можно проводить. Рано или поздно этот ген дает о себе знать. Садник, скачущий на коне, байкер, движущийся на мотоцикле. Это очень близкие образы. В столице Северной Осетии окончательно сформировался состав участников марша, и утром 6 августа колонна выдвинулась в сторону Южной Осетии. Всего три дня пути, а как много всего произошло. А сколько еще произойдет? Ведь через 140 километров Южная Осетия. После наших приездов у людей остается ощущение, остается впечатление, что вот эти люди, приехавшие на мотоциклы, они счастливы. А каждый человек стремится к счастью. И тогда он начинает понимать, что если он сядет на мотоцикл, он тоже может испытать те чувства, те ощущения, которые испытываем. И в конце концов стать счастливым. КОНЕЦ КОНЕЦ